Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. На курорте продолжаются масштабные работы по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения. Казачья боль. В Анапе вспомнили трагическую дату – 98 лет со дня выхода секретной директивы по геноциду казаков. Исправление ошибок. Управление ЖКХ читается по всем разрытиям на городских улицах. Анапа в литерах по модернизации коммунальных сетей среди муниципалитетов края. На совещании губернатор Вениамин Кондратьев озвучил, что только три муниципалитета справились с задачей заменять по 5% ветхих коммунальных сетей в год. Это Анапа, Денской и Тимошевские районы. В 2016 году в Анапе общий объем замененных ветхих и вновь проложенных сетей водоснабжения и водоотведения составил 80 километров. В новом году взятый курс продолжается. В данный момент реализуется ряд значимых проектов, от которых зависит в том числе и предстоящий курортный сезон. Перед Новым годом сотрудники водоканала в районе железнодорожного вокзала сделали врезку городских водных сетей в новый водовод диаметром 1200 миллиметров. Город пока еще запитывается со старых водоводных систем, но в ближайшее время будет подведен новый водовод в накопительную емкость, которая расположена в верхнем джементе. После чего старые коммуникации полностью отключат, а подача воды на город пойдет по новой схеме. Так как новый водовод 1200 делается взамен двух пятисоток, один материал стальной, другой чугунный, срок службы этих труб уже истек. Происходят большие утечки, что в сезон нам недопустимо, потому что это основные водоводы, которые питают город. Сейчас делается работа по подключению трубы водовода 1200 из пластика, что дает гарантированно в течение 40 лет бесперебойное водоснабжение. Здесь же в верхнем джементе на насосной станции идет замена насоса, который обеспечит стабильную подачу воды в поселок Пятихатки и хутор Красный. Современное оборудование с электронным управлением приходит на замену устаревшему, которая бесперебойно отработала более трех десятков лет. Теперь объем подаваемой воды увеличится с 600 до 800 кубов в сутки. Еще одним важным проектом станет полная замена водовода поселка Витязева. Он пройдет от федеральной трассы через весь населенный пункт. Почти 7 километров новых полипропиленовых труб заменят изношенные старые. Параллельно с этим на улицах Витязева начались замены ветхих коммуникаций. Так, на улице Интернациональная уже заменено порядка 650 метров аварийной трубы. У нас здесь лежит водопровод 300 диаметром с стальной водопровод, который вышел из строя, срок службы выработал. Производится замена аварийного участка на такой же диаметр, только полиэтилен 300, который срок службы гораздо будет лучше и который уменьшится коэффициент по потерям. Несмотря на проводимые работы, жители города и сельских округов нехватки воды не ощущают. О необходимых кратковременных отключениях население оповещается заранее. По поручению главы города вся работа организована таким образом, чтобы ее ход не доставлял жителям и гостям города неудобств. Нам самим интересно поменять эти 5%, чтобы уменьшить количество отечек, повысить надежность системы водоснабжения города Анапы, чтобы меньше копать. Сейчас особое внимание главой города уделяется благоустройству города. Поэтому слабые участки мы стараемся заменить, чтобы потом не тревожить ни асфальтовое покрытие, ни зеленую зону, чтобы мы спокойно себя чувствовали и, как говорится, не вредили благоустройству города своими работами. До начала курортного сезона осталось чуть более 4 месяцев. Но, как заверили в руководстве Водоканала, все намеченные работы к этому сроку будут полностью завершены, а объекты введены в эксплуатацию. Занебрежность лишится подрядов. Глава Анапы потребовал от управления ЖКХ заактировать все разрытия в городе и представить отчет, в какие сроки и кем будет сделано благоустройство изуродованных строительной техникой газонов и дорожного покрытия. Подрядчики, не выполняющие обязательств перед городом и его жителями, разрешений на новые объекты получать не должны. И это под личную ответственность начальника управления ЖКХ. На улице Парковой к новостройке прокладывают коммуникации. Полученный в управлении ЖКХ ордер на разрытие подрядчик принял за карт-бланш. Вместо газонов зияют дыры, а технологии производства никто не заботится. И никаких извинений перед пешеходами за причиненные неудобства. Ограждение у нас стоялось сегодня здесь. Просто убрали, сейчас восстанавливаем газонную часть. Сегодня все будет восстановлено, здесь все выровняем, все будет ровно. Плитку сегодня восстановят. Ограждения стояли, да, грязно, газон копаем. По-другому как бы не бывает. Постараемся аккуратно сделать. Такую халтуру порождает элементарная бесконтрольность. Во время утреннего объезда глава Анапы предъявляет претензии своим подчиненным. Вот здесь лично присутствуете, все понятно? До окончания работы. И мне лично сдадите благоустройство и все остальное. Когда срок окончания работы? Вы даже не знаете. Вот лично присутствуете, и они за три дня закончат. Я с вами больше разговаривать не буду и уговариваю вас. Тема контроля за качеством работы подрядчиков звучит на планерном совещании. Частники делают благоустройство как одолжение городу. Заплаты на дорогах со временем проваливаются, и весь ремонт приходится начинать заново. Заставить соблюдать технологию и качество – задача специалистов ЖКХ. С сегодняшнего дня разрытие без вашего присутствия, без присутствия вашего специалиста, ответственного, я запрещаю. И это все пишите в разрешении на разрытие. Представитель застройщика согласен со всеми замечаниями. Говорит, затянули с восстановлением дорожного покрытия из-за проблем с поставкой расходного материала. Но в ближайшие дни обязуются решить этот вопрос. С подрядчиками мы сегодня еще раз прошли после визита главы везде полностью. Ближайший квартал в сторону улицы Паркова, объездной. Потому что нами сейчас там будет сделано также благоустройство с полностью заменой асфальтного покрытия на тротуарную плитку. На всю длину квартала. К этим работам мы тоже планировали приступить в ближайшее время. И в принципе благоустройство вокруг всего комплекса тоже закончить в ближайшее время. Подрядные организации, которые выполняют благоустройство, работы в полном объеме нами оплачены. Договора заключены. Проект благоустройства этой территории предусматривает строительство тротуара, озеленение газонов и монтаж остановочного пункта. 15 новых квартир планируют выделить в этом году детям-сиротам, которые вступают во взрослую жизнь. 8 из них уже готовы. Жилье строится на принципах партнерства с предпринимателями. Если практику поддержат на краевом уровне, то очередь в городе-курорте сократится примерно на четверть. На сегодняшний день в ней стоят 137 человек. Стратегия муниципального образования город-курорта НАПО во главе с нашим главой Сергеем Павловичем Сергеем такова. Делать все возможное для того, чтобы мы могли приобрести жилье этим деткам. Сегодня вот мы отработали в 2016 году с несколькими предпринимателями. И один из них сегодня работает в ЦИБА на балке. По нашему заказу, по нашей просьбе, он в строящемся своем доме достроил четвертый этаж. И сегодня мы сейчас едем туда смотреть те 8 квартир, которые он в соответствии с нормативами построил именно для детей-сирот. Вообще мы в этом году планируем приобрести 15 квартир. Но если Министерство социального развития даст добро, мы готовы приобрести 38 квартир благодаря тем инвесторам, предпринимателям, которые сегодня есть у нас в городе Анапе. 98 лет исполнилось со дня выхода секретной директивы о расказачивании. Большая часть казачества бывшей Российской империи в той или иной форме подвергалась гонениям. Анапчане пришли в сквер боевой славы к монументу жертвам политических репрессий, чтобы вспомнить погибших, родных и близких. Панихида по погибшим. Маховик репрессии запустили в 1919 году, в самый разгар гражданской войны. Правительство большевиков выпустило секретную директиву ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах. Решение принималось коллегиально. Об авторстве историки спорят до сих пор. Кто-то говорит об особой роли Якова Свердлова, а также Иосифа Сталина, в то время куратора национальной политики. Есть мнение, что документ готовило военное ведомство во главе с Львом Троцким. Врагами назывались зажиточные казаки, а также все, кто выступал против новой власти, прямо или косвенно. В итоге, как говорят сами казаки, репрессии в той или иной форме коснулись 70% всего сословия. Мы должны с вами не забывать об этом. Мы должны помнить и не допустить, чтобы повторилась история. И помнить о тех, кто сложил голову, защищая нашу Родину. Казаки вставали всегда первыми на передовые рубежи. Анатолий Кислицкий – потомственный казак. С 1932 по 1937 год 13 человек из его семьи, в том числе дед, решением так называемых «троек» были приговорены к расстрелу, согласно документам, за антисоветскую деятельность. В 34 семьях были арестованы и высланы. Сам он родился в Казахстане. В советской армии дослужился до подполковника. Моя мама перед смертью, я приехал в Казахстан, хоронил, она очень боялась, что я в казачество вступал. Она со страхом, она вспоминала те репрессии, которые были подвергнуты. Она рассказывала мне, эшелон идет, человек умер в вагоне, в теплушке, похоронить невозможно. Идет, идет, идет. Потом где-то остановился, покойника вынесли, только начали вроде закапывать, эшелон пошел. Эти люди не виноваты, что они воевали за царскую власть, они воевали за Россию. Она была, это матушка Россия, наше отечество было. В годы Великой Отечественной казаки вновь на передовой, часто в самых опасных местах. На Параде Победы в 45-м они маршировали в традиционной форме. А спустя еще пять лет на экраны вышел знаменитый фильм «Кубанские казаки», что означало негласную реабилитацию сословия. В настоящее время казаков официально признали жертвами политических репрессий. В цветы к постаменту возложили, что называется, стар и млад. Сегодня в школах Анапы действует 42 казачьих класса и работает кадетская школа. Возрождая, мы должны помнить, что мы не одни казаки на этой земле жили. Что с нами живут многоциональные наши государства, особенно в той же нашей Анапе. И мы должны в дружбе жить, но всегда помнить, что мы казаки. И брать на себя больше ответственности. Казаки, помимо того, что занимаются военной подготовкой, активно участвуют в городской жизни. Одна из основных задач – помощь в охране правопорядка, в том числе на социальных объектах, детсадах и школах. В руководстве районного общества говорят, что за 3-4 года число его участников планируется довести до 2,5 тысяч. Внимание, пешеход! Под таким названием в Анапе проходит профилактическая операция, организованная управлением государственной автомобильной инспекции. Согласно анализу аварийности, за 20 дней января в Край участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Инспекторы Анапской роты ДПС и ГИБДД усилили контроль за участками дорог с интенсивным движением людей. Особое внимание дорогам вблизи детских образовательных учреждений. Приучить водителей соблюбать правила дорожного движения, уступать. Также просим с детьми провести беседы, родителей, в связи с тем, что в общественном транспорте отправляют на учебу, также возвращаются на общественном транспорте с учебы, чтобы правила выхода с автобуса, с маршрутного транспортного средства, чтобы у детей желательно, рекомендательный характер носит, чтобы на вещах, на их рюкзаках были светоотражающие обязательные элементы. В рамках профилактического мероприятия полицейские проводят разъяснительные работы не только с водителями-пешеходами, но и с педагогами образовательных учреждений, чтобы те, в свою очередь, донесли до детей о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Операция продлится до 29 января. Анапский аэропорт в тройке лидеров по пассажиропотоку за 2016 год. Итоги подвели все кубанские аэропорты. Всего за год воздушными воротами края воспользовались около 10 миллионов человек. Такие показатели являются для региона рекордными. По сравнению с 2015 годом, кубанские аэропорты в минувшем году обслужили на 15% пассажиров больше. Особо востребованными были воздушные гавани Сочи плюс 32% и Анапы плюс 20%, сообщает пресс-служба базы Лайера. На 10% увеличилось и количество пассажиров, предпочитающих железнодорожный транспорт. За 7 месяцев 2016 года краевые вокзалы приняли более 6 миллионов человек. Анапы и здесь в списке самых востребованных направлений. Наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает в новом году анапчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я прощаюсь с вами. До завтра. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Звоните 48 300.